Итак, всем привет! С вами Шамельян и это третья и заключительная часть видео, рассказывающая о стратегии средних стэков или стратегии МСС. В третьей части мы обсудим, когда и сколько мы будем ставить, чарты игры на постфлопе и я вам покажу несколько примеров раздач сыгранных мною. Итак, давайте рассмотрим, когда же мы будем делать ставки. После того, как вы сделали рейс на префлопе, вы можете часто продолжить розыгрыш ставкой на флопе. Называется продолженная ставка. Главная причина продолженной ставки – поддержание агрессивного стиля игры и попытка сразу же забрать банк. Даже если у вас не окажется готовой руки на флопе, часто вы сможете забрать банк за счет инициативы. Продолженная ставка называется Continuation Bet или Conbet. Итак, против одного оппонента на сухом флопе мы будем делать продолженную ставку в размере половины банка. И на дровяном флопе или против двух оппонентов продолженная ставка должна быть чуть-чуть побольше, около трех четверти размера банка. Если же у нас сильная рука и мы хотим максимально увеличить банк, мы будем делать Value Bet. При этом нам нужно, чтобы оппоненты с более слабыми руками калировали и оставались в розыгрыше. Ставка в таком случае делается для Value. Если в таких ситуациях оппонент поставит сам, вы должны сделать рейс для Value. Итак, имея сильную руку, с которой мы хотим получить максимальное количество денег от оппонентов, мы ставим около трех четверти размера банка. Если мы делаем рейс, он должен быть в три раза больше, чем ставка нашего оппонента. Ну и еще одна возможная причина для ставки – это блеф. Если мы хотим заставить оппонента сбросить лучшие руки, чтобы мы смогли забрать банк без шоудауна, мы будем блефовать. Продолженная ставка иногда будет являться также блефовой ставкой, и пока мы новички в покере, это должна быть единственная блефовая ставка в нашем арсенале, так как блеф без хорошего плана розыгрыша руки будет приводить только к большим потерям. В некоторых ситуациях, особенно против нескольких оппонентов или на дровяных клопах, наша рука может быть просто недостаточно сильной, чтобы сыграть с ней на весь стэк. У наших оппонентов могут оказаться руки как слабее, так и сильнее нашей. Если у нас рука, в силе которой мы не уверены, тогда лучше не вкладывать много денег в банк. Когда мы играем на подконтроль, мы можем калировать ставку, если ее размер не превышает половины банка. А нам самим лучше не ставить вообще. Итак, давайте рассмотрим, как же мы будем играть на постфлопе. На любом флопе и с любым количеством оппонентов мы будем стремиться выдвинуть все наши фишки в центр стола, если на флопе у нас будет рука монстр, аверпара или монстр дро. На дровяном флопе или против двух и более оппонентов мы будем играть чек-фолд с гадшотами, аверкартами и руками мусором. Со всеми остальными руками мы будем проявлять агрессию на флопе, то есть будем ставить и будем скидывать на агрессию наших оппонентов. На терни мы также будем стремиться к колыну с руками-монстрами, аверпарами и монстр дро, играть бэт-фолд с топ-парами и играть чек-фолд со всеми остальными руками. Что касается ривера. Если мы сделали ставку на терни, то мы будем стремиться к колыну с руками-монстрами, аверпарами и топ-парами. Все остальное мы будем играть чек-фолд. Если мы сделали чек на терне, то мы будем стремиться к колыну с руками-монстрами. Топ-пару мы будем играть бэт-кол. И все остальные руки мы также будем скидывать. То есть играть чек-кол. И еще один момент. Мы разыгрываем свою оверпару только тогда, когда это пара семерок или лучше. И мы разыгрываем нашу топ-пару только тогда, когда это пара десяток или лучше с кикером не слабее валета. Ну а теперь я хотел бы обратить ваше внимание на одну довольно интересную, как мне кажется, руку. Итак, эта раздача показывает, во-первых, уровень игроков за столом. И второе, что показывает эта раздача, это то, что никогда не надо бояться делать продолженные ставки. Всегда нужно делать по максимуму вэлью беты. Итак, человек со средней позиции делает лимб. У нас дама валет на позиции баттона. После того, как человек сделал лимб, следующие два оппонента отваливаются. И мы делаем стандартную ставку 4бб. Малый и большой блайнд играют, не хотят с нами. И человек уравнивает. Итак, на флопе отличный флоп для нас. Мы имеем двустороннее стрит-дро и два овера. Естественно, против лимбера мы будем делать продолженную ставку. Порядка двух третий банка. Наш оппонент делает колл. Укрывается валет на терне. У нас есть топ-пара и двусторонний стрит-дро. Будем делать еще одну продолженную ставку. Там опять же получаем колл. Укрывается еще одна семерка. Но выкидывать мы здесь не будем. Тут точно будет ставка с нашей стороны. Мы хотим, чтобы нам оплатили такие руки, как на ТУС-10, ТУС-9. Возможно, какие-то вальты. На подобии просто, может быть, он сделал колл с вальтом 6, валет 5 или нечто подобное. Возможно, там был ТУС-Дама, ТУС-Король, трифовые. И тоже по ТУЗу-Хай иногда бывают коллы. Итак, эта раздача нам показывает, насколько же просто играть на микролимитах. Как вы видите, человек вложил порядка 80% своего стэка и на ривере скинул свою руку, чтобы у него там не было. Следующая рука. Обратим внимание на стол номер 2. За столом номер 2 мы сидим на позиции Баттона. У нас ТУС-8 разномастный. Все оппоненты перед нами делают пас. Мы стелим с Баттона. Стандартно 3 ББ. Малый Блайн говорит колл. И вот на таком флопе я делаю продолженную ставку. И малый Блайн сразу же пас. Не надо бояться делать продолженных ставок. Тем более, когда вы в позиции. Играйте наиболее агрессивно, как только можете. И следующая рука. Снова наше внимание за стол номер 2. Мы находимся на позиции Малого Блайнда. С рукой Дама-6. Одномастная. Все до Котоффа делают пас. Котофф делает колл. Баттон тоже колл. И мы делаем комплит. Это один из тех немногих случаев, когда мы будем играть коллом. То есть не будем проявлять агрессию. Открывается флоп с двумя бубнами. У нас флэш дро. И мы будем здесь падать на агрессию от любого оппонента. Потому что бор для нас опасный. Помимо двух оверов, есть также два дро. То есть это флэш дро и стрит дро. Такие карты, как 9-10. Дама-10. Будут давать стрит дро также. И нам будет очень неудобно разыгрывать нашу руку без позиции. Так как человек поставил 25 центов. Это немного больше половины банка. И баттон не заколлировал его. Нам уже коллировать его не по шансам. Потому что вероятность того, что мы соберем флэш на этой доске порядка 28%. Более наш флэш может быть не нацовый. Человек может заходить с такой рукой, как дама-10. Бубей, например. И это, конечно же, будет для нас очень... Точнее, тут 10 бубей. Это будет для нас очень неприятно, если он соберет нацовый флэш. Итак, друзья. На этом, я думаю, что мы будем заканчивать третью часть этого ввода. Напомню, с вами был Шамильян. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Всем удачи. Играйте в покер. Получайте удовольствие от жизни. Пока.